МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Законопроект уже внесен на рассмотрение Нижней Палаты. Действующий закон о государственном пенсионном обеспечении пока можно толковать двояко, тем самым лишая военного инвалида права на одну из выплат. Депутаты решили устранить несправедливость и предлагают уточнить формулировки в документе. От сердца к сердцу. В помощь онкологически больным детям Центр творчества и эстетики Розанны Тличежевой провел благотворительную акцию. Бесконечная, вечная, мудрая, от которой так хочется жить. Развлекательная программа с песнями и заводными танцами пациентов онкоотделения равнодушными не оставила. Пусть хоть на час, но печальные и уставшие от болезни глазки ребят загорались от восторга. Все-таки, я думаю, мы сможем всеми силами добиться того, что наши дети добьются настоящего успеха и победят эту болезнь. Но мы, в свою очередь, будем поддерживать, будем всегда рядом и, соответственно, будем дарить небольшие сюрпризы, подарки, чтобы им было все-таки не просто тяжело воспринимать, чтобы они не воспринимали эту болезнь серьезно. Мы будем всячески их поддерживать, помогать. Карандаши, раскраски и диски с мультфильмами. Небольшие сюрпризы детям, чтобы хоть как-то скрасить время пребывания в больнице. Большинство из них неделю за неделей проводить в отделении. На сайте фонда «Адыги» имени Юрия Калмыкова стартовал новый цикл программ «Гостиная». Первым гостем стал заслуженный артист КБР, автор уникального проекта «Черкесский круг» Роберт Саральп. И сейчас позвольте представить вам нашего первого и оттого особенно дорогого гостя, заслуженного артиста Кабардино-Балкарской республики, автора уникального проекта «Черкесский круг» Роберта Саральп. Повстречаем! Съемки прошли в постоянном представительстве «Адыгеи» в Москве. В располагающей к беседе камерной обстановке актер поведал собравшимся о своем пути к успеху. Это первая из цикла творческих встреч с добившимися высот в области культуры, науки, политики, бизнеса и спорта «Адыгами». В рамках проекта создатели программы намерены приглашать в гостиную ярких и талантливых людей, упорным трудом заработавших себе имя и уважение среди современников. Хотим позитива! По такому принципу выбирали победители региональной блогерской премии. Таких оказалось немало. 16 номинаций и 4 специальные премии. Наградили и нашего земляка. Алим Калибатов из Нальчика получил премию, причем сразу в двух номинациях. Лучший личный разнотематический блок и лучшие 140 символов. Всего же в конкурсе участвовали более 60 блогеров из 16 городов России. У каждого из них свой круг почитателей, соратников и даже противников. Лидеров в номинациях определяли сами пользователи интернета. В большей степени поощряли тех, кто пиарит не только себя, но и свой регион, город и свое дело. Это уже вторая церемония награждения блогеров. Традицию решили не прерывать. И последнее. То ли в соседних республиках патриотов больше, то ли наши интернет-пользователи растеряли энтузиазм. Не знаю, но Эльбрус в борьбе за звание визуальный символ России сдает свои позиции. Высочайшая вершина Европы спустилась с шестого на седьмое место в рейтинге. Напомню, принять участие в народном интернет-голосовании может каждый. Отдать свой голос за достопримечательности Кабардино-Балкарии на сайте 10Russia.ru можно трижды в сутки. До 30 июня мы можем успеть вырваться в лидеры. Давайте не будем оставаться равнодушными. Важен каждый ваш голос. И пока на этом все. Далее эфир продолжат мои московские коллеги. А мы увидимся через полчаса. Приветствую всех, кто начинает новый день с нами. В эфире «Вести утро» Кабардино-Балкария в студии Мадина Урусова. Спонсор нашей программы – Нальчикский молочный комбинат. Здоровый завтрак каждое утро. И начнем с очередной инициативы депутатов Госдумы. Законодатели предлагают установить две социальные выплаты тем, кто получил инвалидность во время прохождения срочной службы в армии. Трудовую пенсию по старости и по инвалидности. Законопроект уже внесен на рассмотрение Нижней Палаты. Действующий закон о государственном пенсионном обеспечении пока можно толковать двояко, тем самым лишая военного инвалида права на одну из выплат. Депутаты решили устранить несправедливость и предлагают уточнить формулировки в документе. От сердца к сердцу. В помощь онкологически больным детям Центр творчества и эстетики Розанны Тличежевой провел благотворительную акцию. Развлекательная программа с песнями и заводными танцами пациентов онкоотделения равнодушными не оставила. Пусть хоть на час, но печальные и уставшие от болезни глазки ребят загорались от восторга. Все-таки, я думаю, мы сможем всеми силами добиться того, что наши дети добьются настоящего успеха и победят эту болезнь. Но мы, в свою очередь, будем поддерживать, будем всегда рядом и, соответственно, будем дарить небольшие сюрпризы, подарки, чтобы им было все-таки не просто тяжело воспринимать, чтобы они не воспринимали эту болезнь серьезно. Мы будем всячески их поддерживать, помогать. Карандаши, раскраски и диски с мультфильмами. Небольшие сюрпризы детям, чтобы хоть как-то скрасить время пребывания в больнице. Большинство из них неделю за неделей проводить в отделении. На сайте фонда «Адыги» имени Юрия Калмыкова стартовал новый цикл программ «Гостиная». Первым гостем стал заслуженный артист КБР, автор уникального проекта «Черкесский круг» Роберт Саральп. И сейчас позвольте представить вам нашего первого и оттого особенно дорогого гостя, заслуженного артиста Кабардино-Балкарской республики, автора уникального проекта «Черкесский круг» Роберта Саральпа. Встречаем! Съемки прошли в постоянном представительстве «Адыгеи» в Москве. В располагающей к беседе камерной обстановке актер поведал собравшимся о своем пути к успеху. Это первая из цикла творческих встреч с добившимися высот в области культуры, науки, политики, бизнеса и спорта «Адыгами». В рамках проекта создатели программы намерены приглашать в гостиную ярких и талантливых людей, упорным трудом заработавших себе имя и уважение среди современников. Хотим позитива! По такому принципу выбирали победителей региональной блогерской премии. Таких оказалось немало. 16 номинаций и 4 специальные премии. Наградили и нашего земляка. Алин Калибатов из «Нальчика» получил премию, причем сразу в двух номинациях – «Лучший личный разнотематический блок» и «Лучшие 140 символов». Всего же в конкурсе участвовали более 60 блогеров из 16 городов России. У каждого из них свой круг почитателей, соратников и даже противников. Лидеров в номинациях определяли сами пользователи интернета. В большей степени поощряли тех, кто пиарит не только себя, но и свой регион, город и свое дело. Это уже вторая церемония награждения блогеров. Традицию решили не прерывать. И последнее. То ли в соседних республиках патриотов больше, то ли наши интернет-пользователи растеряли энтузиазм. Не знаю, но Эльбрус в борьбе за звание «Визуальный символ России» сдает свои позиции. Высочайшая вершина Европы спустилась с шестого на седьмое место в рейтинге. Напомню, принять участие в народном интернет-голосовании может каждый. Отдать свой голос за достопримечательности Кабардино-Балкарии на сайте 10rusha.ru можно трижды в сутки. До 30 июня мы можем успеть вырваться в лидеры. Давайте не будем оставаться равнодушными. Важен каждый ваш голос. И на этом у меня все. Увидимся завтра в это же время. Просыпайтесь вместе с нами и ваш день обязательно будет удачным. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok